Каким бы сильным ни был ветер, в Одессе не дождешься волн, чтобы заняться классическим серфингом, говорят экстремалы. Одесситы, которые выросли возле моря, придумали альтернативу катанию на маленьких лодочках, каяках и на сабордах. Теперь и у горожан, и у приезжих появилась традиция встретить хотя бы один рассвет на воде. Наша съемочная группа тоже решила совершить утренний заплыв. Сбор на пляже в 4.45. Честно говоря, самое сложное в этом деле – это проснуться. Вода еще не прогрелась, воздух, соответственно, тоже. У нас есть выбор – либо каяк, либо сабборд. Будем выбирать. На сабборде, конечно, сложнее, нужно уметь держать равновесие, поэтому, скорее всего, мой выбор становится на стандартном каяке. Но чтобы на нем покататься, нужно усвоить несколько простых правил. Все должны находиться в жилетах, не снимать их во время плавания, не отплывать далеко от берега, находиться в тех пределах, когда человек спокойно в любой момент может вернуться на берег. Перед катанием инструктор также обучает любителей активного отдыха обращаться с веслом. Отправиться в путешествие по морской глади на каяке можно как в одиночестве, так и с друзьями. Для этого предусмотрены лодки на несколько мест. На сабборде главное – держать равновесие, дабы не упасть в воду. Каяк, конечно, более классическое средство передвижения по воде, он похож больше на лодочку, он устойчивый, мы сидим, гребем. Сабборд вначале людей пугает, но на самом деле он не менее устойчивый, чем каяк, но на нем есть дополнительные возможности. На нем можно плавать как сидя, так же, как на каяке, так и стоя. Можно полежать где-то, выплыв в открытое море и позагорать на своем маленьком острове. Но обычного катания на саббах экстремалам было мало, и они решили совместить это с занятиями йогой. Особенно здорово заниматься йогой на сабборде. Я сам пробовал именно на сабборде, это очень интересно, потому что ты и чувствуешь себя, свой организм, и пытаешься параллельно успокоиться, найти какое-то единение с природой, стоя на доске на воде. Мне повезло, я сумела укротить эту трехметровую доску с первой попытки. Несмотря на предрассветный час, желающих отправиться в утреннее мини-путешествие оказалось много. Отдыхающие разобрали весь инвентарь, который есть на прокатной станции. У нас катаются в Ивано-Франкевском, катаются на озерах, на сабах, и по Днестре справляются, по речках, но я никогда не катался, но завжди хотел попробовать, и очень понравилось. Мы не спали все ночи. Вы не спали все ночи, решили охладиться, да? Да, конечно. Мы на каяках вообще периодически плаваем, катаемся, мы просто где-то увидели на ютубе, в каком-то блоге, что можно расцвет повстречать, кто интересовал. Время проката каяка или сабборда не ограничено. Одни часами загорают прямо на воде, другие ловят рыбу. Ну а если такой спокойный отдых не для вас, можно освоить плав на каяке или доске по бурной реке. Нарина Щеголова, Юлия Польнова, телеканал Репортер.